ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Люди, которые попадают в эти стены, должны будут прежде всего окутаны любовью, любовью и заботой. И вот этот труд, который мало кому известен, мало кто это замечает, вы это на себе испытываете. Поэтому я желаю вам помощи Божьей, давайте помолимся. Миром Господу помолимся, Господи помилуй. В лишнем мире и спасении душ наших Господу помолимся, Господи помилуй. И все по миру, благосостояния святых Божьих церквей и соединений всех Господу помолимся, Господи помилуй, Господи помилуй. На данный момент 75% строительства уже подошло к концу. А летом, я думаю, мы полностью сдадим здание в эксплуатацию. Но я думаю, сейчас ведутся работы подключения газа, запустим газ, будет тепло, проведем проводку, зальем полы и несколько комнат уже мы запустим сюда, чтобы жили здесь ребята, в общем, и потихоньку, чтобы эти ребята тоже помогали строителям, чтобы быстрее это все ввести в эксплуатацию. Я думаю, летом уже этот центр готов будет принимать людей и спасать этих людей, которых, ну, мы надеемся, они хотят, в общем, спасаться, потому что так получается, что наркоманы-алкоголики, они считают, ну, не считают себя наркоманами-алкоголиками и, в общем, медленно умирают. Этот центр может принять 100 человек. Здесь реально разместить 100 человек, а если потеснится, то и больше. Ну, и как бы это не будет именно только реабилитационный центр. Здесь мы можем проводить патриотические форумы, мы можем проводить какие-то, допустим, там, слеты. Мы можем заниматься здесь с подростками, стоящим на учете, уже договоренность с ПДН есть. И этот центр будет, как бы, неким таким местом работы с волонтерством, с добровольчеством, с патриотическим вот таким уклоном. Ну, ограничений никаких нет. У нас, допустим, сейчас есть люди 64 года, проходят реабилитацию, и есть люди, которые, допустим, 15 лет, 16, 17 лет, ну, и 20, 25. Здесь будут кабинеты психолога, будут кабинеты нарколога, кабинет психиатра, кабинет врача-терапевта. Потом здесь будет спортзал, здесь будет лекционная, где будет стоять проектор, и мы можем тоже смотреть какие-то фильмы, допустим, патриотическим уклоном, там, про Великую Отечественную войну, ну, или фильмы исторические, православные. Не просто, как бы, смотреть фильмы, созданные в Америке и которые прославляют Соединенные Штаты Америки. Мы будем не только, допустим, исцелять от наркомании, алкоголизма, мы будем еще и заниматься патриотическим воспитанием этих людей, потому что они приезжают, они вообще ничего не понимают, они ничего не знают. Продолжение следует...